МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От популярной водки до элитных коньяков полицейские накрыли точку с контрафактом. Мироточить не прекратило и в Северодвинске. Сегодня в Никольский храм прибыла икона Божьей Матери Семистрельная. Святой образ проставился после того, как на лике Богородицы появились капли красного цвета, напоминающие кровь после гибели подводной лодки Курск. Затем образ отреагировал на взрыв небоскребов в Нью-Йорке, захват заложников на Мьюзик-де Норд-Ост и в Бесланской школе. Поклониться перед чудотворным образом северодвинцы шли с 8 утра. Еще утром северодвинцы начали занимать очередь к иконе Божьей Матери Семистрельная. Верующие говорят, она помогает справиться с трудными жизненными ситуациями. Больные выздоравливают, у бездетных появляются малыши. Да как же сюда не придешь, миленькие вы мои. Такую икону привезли, семистрельная, она умягчает злые сердца. У нас столько всякого горя здесь, всякие напасти. Вот будем молиться, чтобы нас избавило от всякой горести и печали. Молиться и в этих вскорбях наших, и чтобы мир кругом был. Среди верующих были и те, кто про икону Богородицы мало чего знал. 78-летняя Галина Черняева изучает святыни с марта. Тогда неделю совершала паломничество по всей России. В душе я всегда жила с Богом, потому что бабушка как-то так приучила немножко, мама немножко. В школе, конечно, запрещали. А потом, знаете, сами юность пошла, 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 и как-то не так. А вот сейчас уже старость подошла, значит, надо Богу предаться. Икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец» изготовлена на предприятии «Сафрина» 16 лет назад. Начала мироточить в московской квартире. Даже сегодня многие наблюдали капельки на стекле киота. По словам верующих, это пары мира источаются из иконы и там кондентируется. Процесс необъяснимый физикой. А во время трагических событий во всем мире на лике Богородицы появляется мира красного цвета, напоминающая кровь. Икона отреагировала на гибель подлодки «Курск», захваты заложников в Бесланской школе и Норд-Осте. Например, когда взорвались дома в Нью-Йорке, она тоже мироточила красным миром. Это, по сути дела, канал с иным миром. Это необъяснимо, да? Это необъяснимо, да. Это оттуда сигнал к нам, что Господь нас не оставляет. Поклониться перед иконой Богородицы Семистрельная северодвинцы могли три года назад. Святыню вновь привезли в Архангельскую епархию по многочисленным просьбам верующих. Два дня она находилась в столице Поморья, в Северодвинске лишь сегодня, до последнего прихожанина. Я верю в Бога, но я верю в Бога единого. Он един для всех, он везде сущ. И то, что у кого-то есть какая-то конкретная религия, это не говорит о том, что один человек верующий, другой значит неверующий, или он верующий другой религии. Мы все ходим под одним небом, и поэтому для всех все законы едины, наверное, законы природы, законы жизни. Уже завтра перед иконой Богородицы Семистрельная поклонятся новодвинцы, затем холмогорцы. Оттуда ее вновь вернут в Архангельск, где она пробудет до 27 декабря. Евгения Карелина, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. Севмаш открыл представительство на Камчатке. Оно займется гарантийным обслуживанием подлодок проектов «Борей» и «Ясень». В сентябре этого года в постоянный пункт дислокации в Вилючинск прибыл атомный ракетоносец Александр Невский проекта «Борей». Планируется, что на Камчатке будет базироваться еще одна лодка этого проекта «Владимир Мономах». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Семаша Михаила Будниченко. А вот единственная построенная на данный момент подлодка проекта «Ясень-Северодвинск» базируется на Северном флоте. 30 детей пострадало с начала года в дорожно-транспортных происшествиях, 11 из них по собственной вине. ГИБДД подводит итоги года и, чтобы 2015 завершился благополучно, стартовала акция «Детям безопасные каникулы». У Полины Наговицыной при себе сразу два световозвращательных браслета. На портфеле и на пакете. В темное время суток это лучшие друзья юных пешеходов. Впрочем, на браслетной дейсе, а сам соблюдай. Школьница обращает внимание даже на стиль вождения водителей. Девочка не исключает варианта. За рулем может быть и пьяной. Тут очень опасный пешеходный переход. Нужно переходить правильно. А как нужно правильно? Нужно смотреть по сторонам вправо-влево и смотреть, чтобы не было пьяных водителей. Акция «Детям безопасные каникулы» стартовала раньше школьного отдыха 21 декабря и продлится до 10 января. Ведь в новогодние праздники юные пешеходы в повышенной опасности. К счастью инспекторов ГИБДД северодвинские школьники знают правила ПДД на зубок. Нужно посмотреть сначала на лево и убедиться, что машин нету. Потом пройти, посмотреть направо, убедиться, что там тоже машин нету и продолжить свое движение. За 11 месяцев текущего года в ДТП пострадали 30 несовершеннолетних. Из них по своей вине 11. Остальные по вине водителей. Чтобы родители неукоснительно соблюдали правила дорожного движения, показывали своим детям пример. Потому что именно пример родителей – это главный пример для детей. Отнюдь неположительный пример показал накануне житель поселка Катунино. Взрослый решил прокатить на ватрушке двух подростков. С помощью троса он прикрепил их к своему авто. Вскоре одна ватрушка оторвалась. Подросток влетел в дерево на скорости. Сейчас он в коме. Возбуждено уголовное дело. А в начале этого года после такого же экстрима девушка из ватрушки вылетела на встречную полосу. Она погибла. Инспекторы напоминают – жизнь спасет не только знания ПДД, но и их соблюдение. Марина Хохлова, Наталья Кадрахманова, Вестник Северодвинска. Пенсионеры Поморья будут получать не менее 11 173 рублей в месяц. Это величина прожиточного минимума на 2016 год. К сравнению, в уходящем году она составляет 8812 рублей. Если доход неработающего пенсионера не достигает 11 173 рублей, он вправе обратиться за региональной социальной доплатой. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывается пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата и иные меры соцподдержки за исключением единовременной помощи. Региональная доплата устанавливается с 1 числа месяца следующего за месяцем обращения. По вопросам ее назначения необходимо обращаться в отделение соцзащиты по месту жительства. Год подходит к концу, а с ним завершается год налоговый. Это значит, с 1 января 2016 года Северодвинский отдел начнет принимать декларации по форме 3 НДФЛ на возврат налога. Упростит процедуру личный кабинет налогоплательщика. Напомним, электронный сервис доступен налогоплательщикам с июля этого года. Услуга используется активно. Сейчас поступают по 20 обращений в день. С помощью личного кабинета можно не только отслеживать информацию об объектах имущества, о транспортных средствах, о наличии переплат, задолженностей, но и направлять декларацию по налогу на доходы физлиц по форме 3 НДФЛ с приложениями. Она должна быть подписана усиленной, неквалифицированной электронной подписью. И также документы, представляемые вместе с этой декларацией, тоже должны быть заверены подписью. Получить неквалифицированную усиленную электронную подпись можно на этом сервисе в разделе «Профиль». Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо прийти в любой отдел налоговой службы, передоставить паспорт, там сообщать логин и пароль. Так, служба полностью отказывается от документа оборота. Да и ответ от госслужащих по средствам интернета ждать меньше – до 20 дней. При обращении в службу лично – до 30. Личный кабинет налогоплательщика размещен на сайте www.налог.ру. 19 декабря северодвинцы писали всероссийский тест по истории Отечества. Площадки организовали почти в каждом городе. Исключением не стал и Северодвинск. Сегодня организаторы озвучили результаты. Чуть больше минуты на каждой из 40 вопросов. Вспомнить важные даты из истории Отечества полководцев-реворматоров. Всероссийский тест проходил по инициативе Молодежного парламента России. Проверить свои знания по истории мог каждый либо на сайте mprf.ru, где результаты появлялись сразу, либо в образовательном учреждении. Там выдавали тест в печатном виде и ручки. В Северодвинске такой площадкой стал техникум судостроения и машиностроения. Мы комиссии собираемся, проверяем, определяем количество баллов, заполняем протокол и отправляем в адрес комитета по молодежной политике в Архангельске. 19 декабря погода в городе не радовала. Видимо, поэтому желающих прийти в техникум оказалось всего двое. Остальные 18 человек сдавали в школах. Просто решил проверить свои знания. Ну, как-то с школьных времен еще. Мне история нравилась. В Северодвинск показал средний результат. Из возможных 40 баллов набрали только 25. По Архангельску аналогичная ситуация. Результат онлайн-тестирования станет известен в конце недели. Информацию можно посмотреть на сайте горжусьроссии.рф. Журналисты сегодня смогли задать вопросы главе города, в том числе и самые неудобные. Михаил Гмырин провел традиционную встречу с главными редакторами городских СМИ. Начали разговор с погодой. Речь шла о борьбе с гололедом. Мэр признал, не всегда подрядчикам удается оперативно отработать в короткие сроки все участки. Тему выделения земельных участков многодетным семьям подняли не один раз. Со слов Михаила Гмырина, вопрос обеспечения их коммуникациями невозможно решить без помощи областного и федерального бюджетов. Если его просто не могут найти, либо на участке стоит гараж, то помогут. Безусловно, специалисты должны выехать на место, если такие жалобы есть, разобраться, в том числе оказать помощь. Я с вами согласен, если там незаконные какие-то постройки или еще что-то. Поэтому задача такая тоже поставлена Комитету по управлению имуществом. Не поставлена точка и в перспективе строительства моста через Никольское устье. Мы точку по 2016 году не поставили. Сегодня есть проект, есть госэкспертиза. И вместе с правительством Архангельской области мы сегодня работаем с Министерством транспорта для того, чтобы хотя бы попытаться, может быть, не в полном объеме выполнить строительство моста нового и реконструкцию, а хотя бы построить один мост. Прозвучали вопросы о помощи малобеспеченным горожанам, проблеме перевозок в общественном транспорте, судьбе дома Пикуля, планах по ремонту бассейна «Дельфин». Михаил Гмырин призвал СМИ решать городские проблемы вместе. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Напоминаю, ваши фото и видео ждем на электронный адрес, который указан на экране. Автор самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. В области первый случай гриппа. Диагноз поставили Архангелогородцу. Показатель заболеваемости ОРВИ в области пока ниже эпидпорога. Госпитализировано с ОРВИ 44 человека, 40 из них дети. Не спровоцирует ли на болезнь погода, расскажет дежурная небесной канцелярии Ольга Матвеева. Четверг порадует нас с небольшим морозцем и снежком. О погоде на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. От популярной водки до элитных коньяков полицейские накрыли точку с контрафактом. От 9-летних спортсменов до ветеранов за 70 на яграх прошел Куба города по лыжным гонкам. Водолазные боты прошлого века и кошки-альпиниста. В музее открылась выставка «Спасение. Наша работа». О метеопрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор фирменная меховая ярмарка «Морозка». С 26 по 28 декабря в ЦКИОМ «Белка» ломает стереотипы. Цена на шубы из мутона 9 тысяч, а на длинную норку 69 тысяч рублей. Приезд меховой компании «Белка» ждут покупатели по всей России. Меховая ярмарка начинает работу и в Северодвинске. Наши шубы вызывают всегда ажиотаж. За прошлый меховой сезон нашими изделиями порадовали себя почти 10 тысяч новых покупателей. И мы этим гордимся. 24 декабря, по данным Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ночью ожидается 7 градусов мороза. Днем минус 4. Облачно, небольшой снег. Ветер восточный, слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 24 декабря Никона в день. На Руси говорили, Никон стоит у икон. Молились святому, просили успокоить душу, отогнать нечистую силу, которая кружила в снеговых бурях до метелях. В народе примечали, если лучи солнца распространяются вверх к холоду, вниз к вьюге. Подготовиться к холодам поможет наш спонсор. Фирменная меховая ярмарка «Морозка». С 26 по 28 декабря в ЦКИО «Мнорковые шубы» от 69 тысяч рублей. Фабрика «Морозка». С нами тепло. На этом у меня все. Улыбайтесь чаще. До свидания. Распродажа шуб от фабрики «Белка», город Киров. Меняем старые шубы на новые. Большой выбор норковых шуб и шапок. 25 и 26 декабря во Дворце молодежи-строители. Встречайте главный праздник года в костюме коллекции «Доната». Изысканный фасон, оригинальный дизайн, модные расцветки. В салоне мужской одежды «Доната» можно подобрать и повседневный наряд. Стиль casual – это простота, удобство и комфорт. Такая одежда незаменима для похода в гости и вечеринок с друзьями. То есть в рождественские праздники вы также будете в центре внимания. «Доната» Ломоносова 81, ЦУМ, второй этаж. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Универсальные солдаты. Так можно назвать спасателей, исходя из фотоэкспозиции. Она открылась в Краеведческом музее. Помимо реальных кадров с мест происшествий, в холле музея выставлены редкие спасательные экспонаты. Этот старый телефон не для долгих дружественных бесед. С него нельзя позвонить. Устройство принимает лишь вызов для спасения чьей-то жизни. Реалитетными экспонатами поделилась городская служба спасения. На экспозиции можно встретить и альпинистское снаряжение. Ведь первые спасатели Северодвинска – выходцы из альпинизма. Еще один вид деятельности, оставшийся в прошлом – водолазные работы. Сколько лет этим ботам для ходьбы по дну, не помнят сами спасатели. Основу выставки составляет фотоэкспозиция. 70 фотографий, которые мы представили в музее, для всеобщего зрения. Они практически всесторонне показывают нашу работу, нашу жизнь, нашу отдачу для города. От работы на ДТП до спасения животных. На фотографиях отражена и работа при обрушении подъезда «Ленина-5». Спасение рыбаков, работа на пожарах – постоянные учения. Фотоэкспозиция показывает универсальность городских спасателей. Убедиться в этом желающие северодвинцы смогут до 28 февраля. Вход свободный. Из-за долга по уплате алиментов не смог выехать за границу. Неработающий северодвинец накопил долг в 30 тысяч рублей. Судебный пристав исполнитель вынес постановление об ограничении ему права выезда за границу. Чтобы выехать за пределы России, мужчина полностью оплатил задолженность о происшествиях в городе в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – Центр Строй. Вам необходимо организовать место для вещей? Вы хотите, чтобы дом стал любимым местом для вашей семьи? А может, вы грезите о кухне не хуже, чем в лучших домах Италии? Более 10 лет Центр Строй изготавливает корпусную мебель любой сложности. Уникальный дизайн, качественные материалы от ведущих производителей, эксклюзивная фурнитура – все, чтобы создать дом вашей мечты. Приглашаем вас в наши салоны. Кухни и мебель на улице Ломоносова, 64, и в Колизее на улице Советской, 27. Хорошая мебель любит только индивидуальный подход. Центр Строй одобрено вашей семьей. Более 1000 бутылок с алкоголем изъяли полицейские. Сегодня они накрыли точку с контрафактом. Вскрыли пять металлических контейнеров на территории складского проезда, 15. В коробках полицейские обнаружили коньяк, ром, виски и водку. Алкогольная продукция с внешними признаками подделки, в том числе и мировых брендов. Проверили данное место полицейские после заявления о том, что в городские торговые сети поступает контрафакт на алкоголь. Неровно наклеенные этикетки, яркий черный шрифт печати на акцизных марках, что свидетельствует о том, что, возможно, данные марки были распечатаны на цветных принтерах. А также в некоторых случаях марки отсутствовали вообще. Возможно, здесь же и разливали контрафакт на алкоголь. В настоящее время разыскиваются владельцы с документами на данную продукцию. Также полицейские установят места реализации поддельного алкоголя. Насколько он был опасен для горожан, выяснят эксперты. Из-за 10 тысяч рублей избила до полусмерти. Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней неработающей Северодвинки. По версии следствия, она этим летом занялась самоуправством. На преступление пошла из-за знакомой, у которой после застолья пропали 10 тысяч рублей. В хищении денег девушка обвинила 27-летнюю подругу детства. Чтобы вернуть 10 тысяч рублей, потерпевшей нагрянули домой. Самая беспощадность стала подозреваемая. Она била девушку боксерскими перчатками по жизненно важным органам. Под угрозой насилия, значит, душила ее шнуром от ноутбука, требовала написать расписку. Кроме того, закапывала ей сок от лимона в глаза, обматывала ее голову, а именно волосы лентой скотч. Потом отдирала вместе с клеящимся составом с волосами, требовала написать эту расписку. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Потерпевшая, в свою очередь, требует компенсации морального вреда 500 тысяч 250 рублей. 250 у нее забрала подозреваемая после насилия. Непогода в Архангельской области сказалась и на жителях северной столицы. На этих кадрах петербуржцы на фуре не могут въехать в гору на трассе Северодвинска-Онега. До Онеги они не доехали лишь 16 километров. Сколько мы здесь простоим, никто не знает. Должна приехать нам посыпалка. Сказали, через часа три. Уже 200 километров едем двое суток. Когда приедем, не знаем. Вообще, вернемся в Питер до Нового года. Автор видео отмечает, в день съемки было плюс 3 градуса, а накануне минус 15. Продолжители могут нажатием одной кнопки на сайте Северодвинск.тв. Новогодний ценовал. Рубим цены вместо елок. Трейдлинк дарит вам новогоднее настроение. Ждем вас на Карла Маркса 1. Телефон 5298-00. Друзья, приглашаем вас в новый отдел детской обуви медвежонок. В торговом центре «Гранд» левое крыло, первый этаж. Чуточку-чуточку осталось. Совсем капельку. Весник Северодвинска о спорте. На лыжном стадионе «Беломорец» «Фокс-Звездочка» состоялся Кубок Города на дистанциях с раздельным стартом. В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники Северодвинска, за исключением Светланы Заборской. На Кубок Города по лыжным гонкам вышли и старый млад. Василий Лукин старается не пропускать ни одних стартов, а ведь спортсмены уже далеко за 70. Мария Аксенова и Егору Горбунову по 9 лет. И вся спортивная жизнь у ребят еще впереди. Для лучших северодвинских лыжников эти соревнования стали заключительной прикидкой перед чемпионатом области в Малых Карелах. Среди женщин абсолютно лучший результат показала Ирина Веселова. Красный змеи, но в это, что очень редко бывает на «Беломорце», конечно, но сегодня все замечательно. Бежалась вперед, бежалась по ветру, а обратно против ветра было тяжеловато. В Малых Карелах все-таки есть горочки. Как-то распределять себя по дистанции по-другому приходится? Конечно, там на подъемах выкладываешься, на спусках отдыхаешь, а здесь все время работаешь. А удается ли там потренироваться? Конечно, без этого никуда. Действующий обладатель Кубка губернатора на базе в Малиновке Алексей Шемякин и на домашней трассе стал самым быстрым. 10 километров свободным ходом он преодолел за 26 минут 44,8 секунды. По итогам Кубка города тренерский штаб сформировал сборную Северодвинска из 16 лыжников. На области нам что ждать? Медали будут? Я думаю, что да. У нас в Северодвинске всегда была самая представительная и самая сильная команда на чемпионате области. Поэтому мы надеемся, что у нас будут медали. И в этом году еще впервые будут разыгрываться среди муниципальных образований. Надеемся, что Северодвинск будет лидером и в этой группе. То есть будет еще командный зачет? Да, будет командный зачет. Сегодня днем наши лыжники выступили в Малых Карелах на первых индивидуальных гонках классическим стилем. Завтра чемпионат области продолжится гонками свободным ходом. И в борьбу включится наша лучшая лыжница Светлана Заборская. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Три дня в спортзале «Север» Фокси-Вмаш проходили матчи 8-го междугородного турнира по мини-футболу памяти бывшего директора предприятия Евгения Егорова. За призы боролись три северодвинские команды и две из Санкт-Петербурга. Семь раз победителем мини-футбольного турнира памяти Евгения Егорова становилась команда Севмаш. В этом году за кубок соревнований боролись Северодвинский, Севмаш, Спектр и Энергия, а также гости из Санкт-Петербурга, футболисты конструкторских бюро Рубин и Малахит. Три дня соперники играли по круговой системе и к заключительному матчу лидерами подошли команды Севмаш и Океан. Игра получилась достаточно жесткой и в некоторых моментах футболисты переходили на откровенную грубость. В мужской борьбе характеров и мастерства лучше оказались игроки Севмаша. Победив Океан со счетом 6-1 подопечные Николая Кулаковского в восьмой раз стали победителями турнира. Серебро у Океана и бронзу завоевала команда «Спектр». Тяжеловато пришлось, причем игры с утра и через несколько часов всего лишь. Так что пришлось побегать. Сохранили больше сил, либо просто оказались сегодня лучшей Океана. За счет чего победили сегодня? Сегодня сыграли хорошо, как команда. Молодцы все собрались, так сказать, и решили задачу. Мы участвовали в этом турнире впервые и выиграли третье место достойно. Хотя могли, конечно, занять второе, но немножко не удалось. Парни все сыграли отлично. Была тяжелая игра сегодня в субботу. Играли три игры. Все устали. И сегодня, конечно, это сказалось, что сыграли так вот плохо. Лучшими игроками турниров своих амплуа стали голки Перубина Дмитрий Громов, защитник Артем Черепанов и нападающий Сергей Федотов. Оба Севмаш. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. На сегодня это все новости. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. О событиях четверга узнаем завтра. До свидания. Белоснежка. Вы не знаете, что подарить хорошему другу или любимому мужчине? Подарите сертификат магазина «Автомастер». Отличное решение. «Автомастер» больше, чем инструмент. Город Севровинск, улица Железнодорожная, 40. Кресла, креслокачалки и пуфы от 8500 рублей. Центр внимания в любом интерьере. Мебельный салон «Эспас», южный для дома, второй этаж. Северный рабочий. Газета всех поколений. На все времена. До 31 января оформи полугодовую подписку на Северный рабочий и получи возможность бесплатно поздравить своих родных и друзей с днем рождения вместе с любимой газетой. Размести на ее страницах теплые слова и фотографии. Телефон 56 27 83. Продажа пиротехники по адресам. Торговые ряды на Беломорском, офис 103, рынок на вертолетке, корпус 1. Торговый центр «Пять шагов». Бутомы 9, второй этаж. Спонсор прогноза погоды – комбинат школьного питания. Кто же в этот Новый год нам подарки принесет? КШП, КШП, все, что нам подужет. Я приехал, Дед Мороз, всем подарочки привез. Мы знаем, что понравится вашим детям. Телефон 588 656. В четверг 24 декабря в Северодвинске ожидается ветер восточный, слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 749 мм ртутного столба. Облачно, небольшой снег. Температура ночью – минус 5,7, днем от 2 до 4 градусов ниже нуля. Спонсор прогноза погоды – комбинат школьного питания. Сладкие подарки к Новому году. Мы знаем, что понравится вашим детям. Комбинат школьного питания – 588 656. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова